Здравствуйте! Меня зовут Ибрагимова Надежда Геннадьевна, и я рада приветствовать вас в Доме знаний на вебинаре по английскому языку. Тема нашего вебинара – «Как я провожу время после школы». С этой темой вы имели возможность ознакомиться в ходе прошлого вебинара, а также после просмотра видеоурока на сайте Дома знаний. Hi everyone! I welcome you in the House of Knowledge. Today we are going to speak about time after school. You can watch this lesson on our website in the House of Knowledge. После прошлого вебинара, а также после просмотра уроков, к нам поступило несколько вопросов, и один из них был относительно такого понятия, как хобби. Откуда и как появилось это слово? Существительное хобби – это тот случай, когда мы можем с уверенностью говорить о происхождении слова. Деревянную лошадку, сидя на которой легко можно вообразить себя наездником, когда-то называли «хобби-хорс». Затем появилось выражение «to ride a hobby horse», то есть заниматься любимым делом. А затем британский писатель XVIII века Лорен Стерн использовал в одной из своих книг слова «хобби» в современном значении, а именно «дело, которым занимаешься на досуге для своего удовольствия». Итак, как же можно увлекательно провести свободное время после занятий? Какое хобби выбрать, каждый решает сам. В основном это четыре направления. Итак, к примеру, вы выбрали в качестве своего хобби фотографирование. You decided to take pictures as your hobby. For example, you can say, my hobby is photography. Моё хобби – фотографирование. I'm interested in taking pictures of animals. Мне интересно делать снимки животных. I'm proud of my collection. Я горжусь своей коллекцией. Вы знаете, ребята, на самом деле это очень приятное и полезное хобби. То есть, чем больше вы учитесь, тем больше вы стараетесь, тем лучше будет качество ваших снимков. Дорогие ребята, в мире столько всего интересного. Если у вас есть интересное хобби, напишите, пожалуйста, о нём 5-6 предложений на английском языке. А если вы ещё не выбрали хобби, то расскажите о том, что вам интересно и почему. It is very interesting for us to learn what is your hobby. Это будет вашим первым заданием на сегодня. Ну, а мы продолжаем наш вебинар. И сейчас ответим на часто возникаемые вопросы. К примеру, был вопрос о том, как подобрать в английском языке слово, противоположное по смыслу. На этот вопрос можно ответить, если знать некоторые приставки. Например, приставка «un» придает слову противоположное значение. Например, слово «happy» – счастливый, «unhappy» – несчастный. Если мы возьмем слово «pleasant» – приятный, и добавим приставку «un», получится «unpleasant», то есть неприятный. Также по аналогии «comfortable» – удобный, «uncomfortable» – неудобный, «successful» – unsuccessful. Помните, я говорила, что иногда фотографии получаются неудачными, то есть на английском это прозвучит так. «Some pictures can be unsuccessful». А сейчас я хочу предложить вам задание. Напишите, пожалуйста, и переведите слова, противоположные по смыслу следующим словам. «Pleasant» – это приятный, «interested» – заинтересованный, «friendly» – дружелюбный, «tidy» – аккуратный, «healthy» – здоровый. Давайте добавим к этим словам приставку «un», как я говорила вам ранее, и получим слова, противоположные по смыслу. Я даю вам немного времени подготовиться, и сейчас мы проверим, что у вас получилось. Итак, у вас должны получиться следующие слова. «Unpleasant» – неприятный, «uninterested» – незаинтересованный, «unfriendly» – недружелюбный, «untidy» – неаккуратный, «unhealthy» – нездоровый. Молодцы, ребята! Все идет отлично, двигаемся дальше. Let us continue. Также, возвращаясь к вопросу о том, как мы обычно проводим свободное время, сегодня это зачастую социальные сети и компьютер. Мне хотелось бы поделиться с вами правилами поведения в сети интернет. The rules of using the Internet. Rule number one – правило номер один. Do not give personal information about yourself, your address, phone or any password. Никогда не размещайте личную информацию себе. Не давайте свой адрес, номер телефона или пароль. Rule number two – правило номер два. Meeting online friends can be dangerous. Не встречайтесь в реальной жизни с незнакомыми людьми, с которыми вы общались онлайн. Это может быть опасно. Rule number three – правило номер три. Someone online may lie about who they are. Always check the information. Друзья онлайн могут солгать вам о том, кто они на самом деле. Всегда проверяйте информацию по нескольким источникам. The fourth rule is always tell your parents if someone makes you feel uncomfortable. Четвертое правило – всегда рассказывайте родителям, если кто-то в сети вас расстраивает или беспокоит. Родители – ваши лучшие друзья. Им можно доверять. Итак, альтернатива соцсетям – это общение с семьей, друзьями, занятия спортом или хобби. It is great that we have friends, family, interests or hobby. И в завершении урока у меня к вам еще одно задание, ребята. Пожалуйста, спросите у своих родителей и друзей о том, что они любят делать в свободное время. What do they like to do in their free time? А наш сегодняшний вебинар по английскому языку подошел к концу. Мы поговорили о фотографировании как одном из видов хобби, узнали правила поведения в интернете. Была очень рада нашей с вами встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома знаний. I wish you all the best. Thank you for your attention. See you soon, my dear. Goodbye.